Что важно здесь, да? Нужно хорошо себя знать, да? И нужно знать свой предельный уровень вот этой психологической нагрузки. Потому что, да, мы сейчас живем в век информации, доступности информации, она со всех сторон льется на нас. И очень много даже, ну, люди теряют времени, да, в тех же, в интернете, в соцсетях, потому что идет, 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 и, ну, понятно, что так сделано, чтобы мы не могли остановиться, да, чтобы нас цепляло, цепляло, цепляло. И мы читали дальше, дальше, больше, больше, там час проходит, два проходит, и человек не может никак остановиться, и все смотрит, и смотрит, что там еще, какие новости и так далее, особенно вот в этой ситуации нашей. Вот, поэтому не, ну, как бы, не поддаваться на все это, да, не идти на поводу у, так скажем, тех, кому выгодно, чтобы мы много читали, много пребывали в соцсетях, допустим, да, вот, а учиться регулировать свое состояние и учиться заботиться о себе. Потому что у каждого человека есть предел. Есть предел нагрузки. И надо его свой предел знать. Для кого-то он весь день будет в соцсетях сидеть и, собственно, нормально выдержит, да, весь этот поток, и как обстанка у горох, да. А для кого-то, ну, не знаю, несколько таких больных тем, и все, и человек впадает уже в состояние травмы. Вот. И нужно знать свои особенности. И даже если мы их не знаем, все равно заботиться о себе. Заботиться и ограничивать. Ограничивать самостоятельно. Не ждать, что кто-то там, что замедлят Фейсбук, да, там, отключат Инстаграм и прочее. Нет. Самим о себе заботиться. Это только наше дело, как взрослых людей, да, если мы считаем себя взрослыми людьми, наше дело, как взрослых людей, уметь управлять вот этим процессом и уметь управлять собой и своим состоянием. Помогающих практиков никто не отменял, да, специалистов, психологов, психотерапевтов никто не отменял. Они здесь, они никуда не делись. Они присутствуют, их много разных, да, можно выбирать все так же. У нас жизнь продолжается, да, вот как она и была, да, сейчас тяжелые времена, так скажем, вот. Но, тем не менее, сейчас самое время обращаться за помощью. И есть специалисты, которые бесплатно предлагают свою помощь. Есть специалисты, которые, ну, по-прежнему, да, без повышения цен работают, да, точно так же обращаться и помогать себе и таким образом. Почему нет? Потому что бывает так, что действительно человек сам у себя не видит чего-то, не справляется, не отслеживает, да, и нужен взгляд со стороны, нужна поддержка со стороны. Родные тоже в стрессе не могут поддержать, они тоже перегружены, да. Идти и получать помощь у специалистов. Так и говорить, да, мне тяжело, мне страшно, я вот скупила всю гречку, да, мне сахар еще добавила. Вот. В магазинах, да, пропал сахар. Вот. Что, ну, вот, помогите мне, я хочу прийти в нормальное состояние, насколько это возможно в этой ситуации. Вот. Потому что сейчас действительно, да, если брать чисто такие психотерапевтические, психологические моменты, сейчас включаются очень сильно динамики Великой Отечественной войны. А их у нас у всех очень много. Динамики – это, ну, так называемые сюжеты, сценарии, да, истории, программы, вот это все. У нас включается, да, когда там мы видим самолеты летящие, да, у нас включается эта генетическая память наших бабушек, там, дедушек, прабабушек, прадедушек. И мы можем проваливаться в те же самые травмы, коллективные травмы, в которых пребывали наши предки. Ну, вот тут есть такой нюанс, да, когда ребенок или взрослый, ну, независимо от возраста, не понимает, чего происходит, тогда он начинает бояться очень сильно. И любой человек, и ребенок, и взрослый, дети особенно, да. И если дети слышат, что там ругаются родственники, да, там кто-то позвонил своим родственникам на Украину, там начался конфликт, там взаимные нападения, они на нас, мы на них, там, и вот эти выяснения, кто прав, споры и так далее, ребенок пребывает в состоянии неизвестности, что вообще происходит, было все нормально, да, и вдруг вот началось, какие-то выяснения начались. И точно так же, вот как приходят ко мне люди, я консультирую в ситуации развода, да, очень важно детям объяснить, что происходит. Объяснить без каких-то тонких политических нюансов, без каких-то сложных терминов, объяснить, как вы это понимаете, спокойно, да, и самое главное поддержать, что мы рядом, мы родители рядом, да, мы взрослые, мы примем верное решение в случае, там, если какие-то будут экстренные ситуации, да, вот. Вот, ну, то есть, можешь положиться на нас, спокойно учись, живи, общайся, а заботиться о безопасности, это наша забота, наша как родителей, вот. И обязательно нужно объяснить простым языком, то есть, чтобы ребенок понимал, вот. Поощрять эти разговоры с детьми долгие, там, ребенок, возможно, из школы приносит что-то, информацию, из детского сада даже сейчас, и маленькие дети в это все вовлечены, включены, вот. Вот. Мягко останавливать, не развивать, да, переключаться на дела заботы семейные, на дела учебы, развития, там, хобби, спорты и так далее. Вот. То есть, мягко, плавно переключать на другие темы, не поощрять вот это вот раздувание паники. Управлять своим состоянием. Понимать четко, для чего я бросила, там, допустим, сейчас эту тему. Зачем? Я чего хочу? Я хочу доказать свою правоту. Сейчас не время доказывать свою правоту и вообще не время для споров. Да, ну, у каждого есть свое мнение. Оно чем-то обоснованно, да. Ну, оставаться при своем мнении, не пытаясь переубедить кого-то, потому что сейчас очень многие решения принимаются вообще на эмоциях. Да, вот я смотрю, там, люди друг от друга отписываются в тех же соцсетях, да, из-за одной фразы, из-за одного слова и так далее, да. Ну, все поначалу, да, когда вот эта спецоперация началась наша, да, все были вообще в неизвестности, в непонятках, что происходит, да. Каждый пытался как-то понять и как-то тоже свое мнение высказать. Придерживаться состояния внутреннего мира, спокойствия и любви, несмотря на все, что происходит, это сложно. И так может делать только зрелый человек, взрослый человек, учиться, воспитывать в себе это, учиться зрелости.